В 55-м лице и Пензе на завтрак сегодня молочная лапша. Меню на несколько дней составляют заранее. Ознакомиться с ним могут и учащиеся, и их родители. Последние, к слову, согласно графику, посещают школьную столовую и проводят свой контроль качества. Впечатлениями делятся и сами ребята. Прямо у входа в пищеблок вывешивают результаты анонимного опроса. Однако депутаты Пензенской городской думы, которые нагрянули в образовательное учреждение без предупреждения, решили о вкусах спросить у самих детей. Кушать хочешь в столовую? Да! Скажите, а вот кому что не нравится? Мне не нравится то, что там постоянно мало еды. Мало еды? Вот это молодец. А ты любишь хорошо покушать? В буфете. А как кормят? Плохо. Плохо? А нет, хорошо, но на завтраке плохо. Чего на завтрак тебе не нравится, скажи? Не плохо. Каши. Тем не менее, голодным отсюда не уходит никто. Здесь также работает буфет. В школе учатся более 900 ребят. Единовременно в этом зале кормят 120 человек. А в 53-й гимназии и в столовой могут разом принять 90 детей. Это стало возможным благодаря реконструкции помещения. За счет того, что этот ремонт выполнен, оказалось возможным сделать производственные помещения. Это тоже как-то облегчило работу сотрудников. Там производственные помещения у вас были? Да, они там, как они работали, им все равно сложнее было. А здесь каждый... Но это, говорят депутаты, мелочи по сравнению с тем, какие вопросы приходилось решать раньше. В сравнении с теми годами очень было много. Мы выезжали очень часто. А вот вы обратили внимание, даже после ковида мы меньше стали выезжать. Просто выезжаем без средств массовой информации. Это говорит о том, что питание все-таки есть плюсы, есть минусы. На всех не угодишь. Даже на кухне мы садимся, даже в семье. И то, одному нравится это, одному нравится то. Ну, а если в общем брать, то, соответственно, я считаю, что у нас вышло на положительный уровень. Всего в Пензе 64 школы. Только в четырех из них еду готовят собственными силами. В остальных работает система аутсорсинга. Поставщика услуг определяют конкурсным путем. Тем не менее, поблажек при проверках не делают никому. За счет этого и удалось повысить качество питания. Почему мы сейчас вышли на улучшенные показатели? Это систематически, каждодневный контроль питания. То есть у нас составлен график. В процентном соотношении у нас сейчас все компании, которые осуществляют питание, услуги питания предоставляют детям, мы в процентном отношении покрытий по контролю осуществляем. Кроме того, на сайте городской администрации есть специальная вкладка, где каждый может оставить свои замечания и предложения. Декада проверки питания в школах заканчивается 28 октября. Однако это не значит, что после ее завершения специалисты ослабят контроль. Депутаты гордомы тоже высказали готовность делать подобные незапланированные инспекции регулярно.